Поехали! Всем здравия! Сегодня с вами Народное Славянское Радио в составе Алексея Орлова и Захара Белинского. Здравия тебе, Захар! Здравия, Алексей! Здравия, радиослушатели! Да, кто привык называть Захара нашим именем, тот называет его Арирад, напоминаю. Сегодня по одному из современных календарей 7 мая 2019 года и мы приступаем к теме травничества и траволечения. Вот пришло время, когда травка зеленеет, солнышко блестит, ласточки уже прилетели и, в общем-то, наверное, не просто так эта тема созрела, насколько я понимаю. И раз травка зеленеет, значит, надо каким-то образом за ней ухаживать, ее собирать и, главное, применять. Мы с тобой как-то уже делали похожие эфиры, но я думаю, что в этот раз ты расскажешь что-то нам интересное и дополнишь те наши знания, которые когда-то уже создавал и ты, и другие сказители Народного Славянского Радио, ну и просто хорошие, добрые люди. Не буду томить наших радиослушателей ожиданием, когда же начнется доклад, сразу передайте в микрофон и прошу начинать раскрывать тему. Я, как всегда, рядышком нахожусь. Первая часть в формате доклада, а вторая часть, напоминаю, это уже взаимодействие с вами, наши уважаемые радиослушатели и зрители. Вопросы, реплики мы принимаем на сайте Народного Славянского Радио slavradio.org и также на нашем канале в YouTube, youtube.com slash slavradio. Славрадио и там, и там пишется латиницей одним словом. Так что, кто захочет, не перепутает, найдет. Гоблинов, троллей и прочих неприличных созданий мы не жалуем, отправляем сразу в баню, поэтому если вы по-человечески общаетесь, мы вас приветствуем и будем вам отвечать, как можем, исходя из наших знаний. Вот теперь приступай. Благодарю за предоставленную возможность. Рад приветствовать наших уважаемых слушателей и зрителей, те, кто смотрит нас в YouTube. Очень рад сегодня с вами пообщаться. Действительно, передачи мы делали по поводу трав с Алексеем неоднократно и другие исказители. О поводу трав, мне кажется, было рассказано уже большое количество, но сегодня я хочу выполнить заявку нашего радиослушателя. Он как-то прислал такое пожелание, говорит, а почему бы не сделать эфир относительно травницкой фармакологии, чтобы понимать, за счет чего эти травы работают, вообще травы работают. Что в них такое скрыто, что у них такое есть, за счет чего они, собственно говоря, функционируют, приносят нам пользу и вообще, что в себе содержат. Сегодня я хотел бы поговорить об этом. Прошлый наш эфир, который был тоже посвящен травам, мы говорили в основном об их применении. Какие травы для чего годны, какие травы можно применять, использовать в своей домашней аптечке, как это делать, при помощи чего. Ну а сегодня я хотел бы поговорить о том, из чего состоят, собственно говоря, эти самые травы. И, как сказал Алексей, сейчас буду раскрывать свой доклад, буду докладывать вам, уважаемые слушатели. Но перед тем, как начать доклад, хотел обратить, сделать такое легкое внимание, отступление, обратить ваше внимание на такую интересную вещь. Сегодня очень интересная дата, 7 мая. И, как политкорректно говорит Алексей, по некоторым системам, по некоторым то или по некоторым это, очень политкорректно. Я буду следовать его традиции. Значит, по некоторому аспекту мировоззрения, сегодня очень такой удачный день, очень хороший день. Некоторые называют его даже самый лучший день в году, потому что сегодня можно строить планы на 5 лет, грядущие. И эти планы, если вы их достаточно так четко, вдумчиво, очень, так скажем так, с большим намерением сформулируете, то они все сбудутся. Сегодня можно проводить какие-то духовные практики для того, чтобы расширять свой потенциал. Ну и очень много, что можно делать для будущего. Например, сегодня можно сделать что-то касаемо милосердия или милостыни. Сегодня можно заняться каким-то общественно полезным делом. Ну и много чего хорошего. В общем, кому интересно, почитайте в сети. По этому поводу, наверное, будет достаточно много информации относительно 7 июля, 7 мая и что сегодня за день. И кого заинтересует, я рекомендую, конечно, что-нибудь из этого сделать. День действительно такой, можно сказать, системой и событий образующий. Поэтому я сегодня немножко уже там кое-что сделал и рекомендую всем остальным, заинтересованным, кому интересно. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – травы и травничество. Можно выразить продолжение этой темы. Травницкая биохимия. Из чего же состоят травы, что в них внутри содержится. Итак, я тогда приступаю к докладу, Алексей. Да, конечно, конечно. Значит, у меня тут, правда, немного сопли. Непонятно почему, но я иногда буду так делать. Но это не сопли, это так. Это так сейчас модно, да? Да, это так сейчас модно. Основные действующие вещества растений. Что в них содержится? В них содержатся алкалоиды. В них содержатся гликозиды. В них содержатся фенольные соединения, эфирные масла, смолы. Органические кислоты, витамины, фитонциды, ферменты, углеводы, крахмал, инулин, пектин, камедис, лизи, вата и липиды. Вот это огромное количество таких веществ. И в них, помимо этого, содержатся еще менталы и микроэлементы. Вот такое большое количество содержатся, вроде бы, в таких маленьких зелененьких штуках. Но, тем не менее, именно за счет своего наполнения, травы имеют, конечно, достаточно большое влияние на наш организм. Но, помимо этого, хочу сразу сказать, что меня не поняли однобок. Травы, конечно, имеют и энергетическую, информационную составляющую, скажем так, спиновую составляющую. Этого никто не умоляет. Но сегодня мы будем говорить именно о химической составляющей. Итак, травы порядка от 70 до 90% состоят из воды. То есть, то, что все мы видим вокруг нас, окружающее, вот это вот зеленое, шумит, пахнет. Это все, собственно говоря, как минимум на 70% вода. Далее, в травах содержатся органические и минеральные вещества. Органическими веществами можно назвать, вернее, они бывают двух видов. Это вещества первичного синтеза, куда можно отнести белки, углеводы, липиды той жиры, ферменты и витамины. И вторичного, то есть то, что состоит уже из других первичных веществ. Это алкалоиды, гликозиды, фенольные соединения, эфирные масла, смолы, органические кислоты. Так вот, и сейчас поговорим избирательно о всех этих соединениях, чтобы мы имели представление об этом и понимали, почему те или иные растения действуют так, почему они так выглядят, почему они такие на вкус, откуда берется запах и так далее. Я думаю, что это изменит наше отношение к растениям и добавит сюда больше понимания. Так, алкалоиды. Это одни из наиболее обширных составляющих растений. Само слово алкалоиды идет от слова, вернее, имеет значение щелочные. Есть такое латинское слово, хоть и мы, по идее, не в теме, здесь употреблять не стоит латинские названия, но, крайней мере, в той терминологии, которая сейчас общеизвестна, общепопулярна, вот они называются алкологи. А алкалоиды обозначают это щелочные. Итак, алкалоиды – это сложные органические соединения, имеющие разнообразное строение и химический состав, являются биологически активными веществами. Алкалоидоносные растения составляют порядка 10% мировой флоры. То есть алкалоидоносные растения – это по своей сути щелочноносные растения, то есть те растения, которые в своем составе содержат щелочи. А как мы знаем из, ну, в целом, оздоровительного курса, того, который мы пропагандируем здесь, на славянском радио, вообще другие авторы его пропагандируют, то для нашего здоровья щелочи имеют первостепенное значение. И, соответственно, травы, каждая травка содержит в себе как те или иные виды алкалоидов. Сам по себе алкалоиды – это такие кристаллические вещества без цвета и запаха, обычно имеют горький вкус. То есть если делать извлечение этих алкалоидовидных веществ из самого растения, как-то каким-то образом их экстрагируют, добывать, то в конце концов мы получим прозрачные кристаллы без цвета и запаха, и горькие на вкус. Содержатся главным образом алкалоиды в цветках. По своему суммарному составу они составляют примерно 2-3% от сухого веса растения. То есть количество их, конечно, небольшое, но, тем не менее, биологическое и фармацевтическое лекарственное значение очень огромное. Больше всего алкалоидов в растениях можно собирать на стадии бутонизации и цветения. То есть если нам необходимо собрать какие-то полезные свойства цветка, ну, исходя из того, что мы знаем, исходя из травминских рецептов и так далее, то эти цветки полезнее всего собирать на стадии бутонизации, когда... На цветке появились уже бутоны, и они готовы вот-вот раскрыться. И вот если повезет собрать эти цветки в стадии бутонов, практически перед фазой раскрытия, то это будет означать, что вы собираете лекарственные свойства этого растения в самом большом количестве. Если, конечно, этот момент уже прозевали, и растение раскрылось, цветет, то собирать тоже полезно, но питательных полезных веществ будет меньше, нежели в бутоне. Поэтому старайтесь, если какие-то цветочки собираете лекарственные, то собирать их в стадии бутонирования. При этом некоторые алкалоиды являются ядовитыми веществами. Вот, то есть, напоминаю, ядовитые вещества – это те, которые не растворяются, те, которые не способны перевариваться нашим организмом. И организм их старается выводить в неизменном виде. Если количество этих неусваиваемых элементов в нашем организме зашкаливает, там превышает определенное количество, то случается отравление. Помимо прочего, помимо алкалоидов, в растениях содержатся еще гликозиды, которые являются также биологически активными веществами. Гликозид, название гликозидов идет от латинского названия, и слово в своем значении переводится как «сладкий». То есть, под гликозидами подразумеваются некие сладкие вещества, сладкие углеводосодержащие вещества, имеющие в своем составе молекулы сахаров. Сами по себе они неустойчивые, быстро разлагаются в какой-то влажной среде. Поэтому какие-то вопросы заготовления веществ, травок, которые содержат в себе гликозиды, необходимо, и модель вообще, в принципе, всей травки необходимо сушить достаточно быстро и в сухом, хорошо проветриваемом месте. Подальше от большинства трав следует сушить в затененном месте, подальше от прямых солнечных лучей. Хорошо, чтобы это было хорошо продуваемое место, и ни в коем случае там не образовывалась сырости, потому что если травка лечебная наша будет немножко сырить, то многие полезные вещества, как минимум гликозиды, в нем будут растворяться и уничтожаться. И полезного мы в этом не получим. Состав гликозидов достаточно интересен. И от состава зависят функции гликозидов. Гликозиды состоят из двух частей. Одна часть это англикон, это молекулы гликозидов. Вторая это гликозидный остаток, сам производный сахаров. И соединяет от того связывающего вещества, от той молекулы связывающего вещества, которая соединяет агликон и гликозидный остаток, многое зависит. Таким связывающим элементам может выступать сера, может выступать углерод, может выступать азот и кислород. Соответственно, отсюда разлятся названия этих гликозидов О связующие вещества Гликозиды которая связывает Сера Они называются тиогликозиды Гликозиды которая связывает углерод Сегликозиды соответственно Те которые связывает азот Н-гликозиды и те которые связывают кислород Оксигликозиды Таким образом мы понимаем что Гликозиды состоят из двух молекул Сами по себе Гликозиды по внешнему виду это Аморфные кристаллы легко Растворяющиеся в воде и теперь вот касаемо видов гликозидов значит теоликозиды это вещества раздражающие действующие на слизистую оболочку и кожу такие например как горчица хрень редька редис ну и тому подобные то есть достаточно такие острые горькие овощи и свой свою такую определенную горечь они как раз имеют за счет гликозидов и за счет связующего их вещества за счет серы серы имеет такой достаточно мощный лечебный оздоравливающий эффект применяют их обычно для местного раздражающего действия но когда нужно согреть кожные покровы допустим например горчица до горчичники ставят происходит приток крови раздражение кожных покровов образом за счет притока крови мы усиливаем местный иммунитет поднимаем температуру локально ну и отсюда все полезные свойства далее c гликозиды это так называемые флавоноиды или антиоксидант еще по-другому их называют но я думаю здесь особо объяснять не нужно то есть это очень полезны для нашего организма вещества затем н гликозиды это сложное построение вещества абсолютно разноплановые соединены они атомом азота между собой и н гликозидами являются природные антибиотики или те вещества которые выделяются из растительного сырья и в дальнейшем используется как антибиотики например такое вещество как стрептомицин стрептомицин является н гликозидом затем оксигликозиды наиболее множественная такая подгруппа не разделяется тоже на несколько видов и один из них это цианогликозиды содержит синильную кислоту цианогликозиды содержащих синильную кислоту это как раз есть известный в определенных кругах так называемый витамин b17 это есть те вещества которую мы пробуем ощущаем на вкус на зубах когда кушаем абрикосовые косточки когда кушаем яблочные косточки вот это вот горечь то есть вкус синильной кислоты витамин b17 содержит цианогликозиды это такие вот полезные штуки содержатся они также семенах тыквы миндалях вот далее очень тоже важные вещества сердечные гликозиды но при этом они бывают ядовиты то есть сердечных гликозидов следует использовать небольшое количество оказывает действие на сердечную мышцу сердечные гликозиды достаточно большом количестве содержатся в ландыше в олеандре и в наперстянке сапонины также вещества относящиеся к оксигликозидам это представляет из себя это белое вещество при растворении в воде сильно пенится так вот эти сапонины являются основным действующим веществом в корне солодки в синюхи в первоцвете применяются они как отхаркивающие вещества как мочегонные и желчегонные средства тоже очень полезны так одни из основных средств свойств корня солодки синюхи они как раз и выражены за счет наличия в них сапонинов то есть таких вот белых пенящихся веществ и эти вещества обусловливают свойства солодки и других трав ее класса помимо этого сапонины понижают давление они могут использоваться для вызова рвоты они могут использоваться для создания потогенного эффекта потогенный эффект это в целом не много не мало а усиление движения лимфатической жидкости и усиление работы выделительной системы организма поэтому сапонины очень важны для нашего тела для нашего здоровья в целом антрогликозиды это ароматические соединения то что мы нюхаем то что мы получаем какие-то запахи от растений этого как раз антрогликозиды они обладают слабительным эффектом их применяют для лечения почечных кожных заболеваний применяют для лечения желчекаменной болезни в качестве противовоспалительного и вяжущего средства вяжущие средства то есть при диареях при различных формах расстройства кишечника помимо этого сегодня я приготовил мы дальше будем говорить отдельно о эфирных вещах маслах я приготовил информацию при помощи вернее узнав которую можно будет делать некую диагностику при помощи эфирных масел давать человеку некие масла понюхать и в зависимости от его реакции найти на запах этих масел получать о нем некую информацию в плюс или в минус объявлять некоторые свойства об этом мы поговорим позже я специально поднял эти записи когда готовился к эфиру я вдруг вспомнил то что действительно я обладаю такой информацией она может быть интересна остальным слушателям просто дал человеку понюхать масло человек говорит мне нравится или наоборот мне не нравится и вы уже сразу знаете ага у тебя значит мил человек вот это или вот это и так продолжаем с гликозидами мы закончили теперь мы приступаем к таким интересным веществам как фенольные соединения здесь на практике очень многие наверняка сталкивались с фенольными соединениями например в свекле если выдавить свекольный сок и тут же выпить его не дав ему остается порядка трех часов то мы можем столкнуться с таким явлением как отвращение резкое отвращение к свекольному соку и нежелание употреблять его в будущем за счет чего это происходит это происходит как раз за счет того что мы поглощаем фенол в свекольном соке большое количество фенола которому необходимо дать выйти из состава сока и только после этого употреблять потому что если такое большое количество фенола мы разом поглотим выпил свой то наш организм получит интоксикацию что скажется на нашем восприятии свекольного сока и в будущем сами по себе фенольные соединения это природные ароматические вещества также фенолы бывают фенольные соединения бывают простыми вот простые фенола например пирокотехин вот такое название интересное гидроханон арбутин раз содержится в толокнянки и брусники такие финальные соединения например флороглюцин это вещество которое обладает противоглистным свойством также выполняет действие схожие с действием салициновой кислоты некоторые противоглистные свойства в растениях как раз и обусловлены вот таким фенолиум соединением как флороглюцин подходя к травам вообще изучая травы мы знаем только что что допустим такая-то травка действует так-то так-то глубже этого мы обычно не касаемся вот сегодняшний эфир в какой-то части может ну как минимум подтолкнуть некоторые к тому чтобы более глубже изучить рассмотреть понять почему же травки действуют так или иначе далее значит сложные фенолы и фенольные соединения такие как лингины они лечат опухолей новообразования содержится в семенах корнях и древесине вообще исходя из всего анализа того что того материала который я подготовил с интересом узнал что основные средства которые лечат допустим такие заболевания как онкологию или тяжелые вирусные расстройства они все содержатся содержится в основном в твердых частях растений в корее в древесине в корнях вот такое интересное свойство а химические элементы которые стимулируют развитие организма поддержания в жизнедеятельности они обычно содержатся в мягких частях растений вот дальше мы будем несколько раз еще с этим соприкасаться итак такие сложные фенольные соединения как лингины они лечат опухолей и новообразования и в принципе для того чтобы понимать какие растения могут какие вообще фито компоненты скажем так могут лечить опухолей новообразования то есть лечить рак для этого необходимо понять в каких из них содержатся лингины и те как в которых они содержатся они обладают такими свойствами следующее фенольное соединение с таким достаточно говорящим названием кумарины это слово кумар она используется в просто речи мы иногда его употребляем конечно в таком не очень хорошем смысле но и вот она что же откуда-то пошло пошло ну вот отсюда это слово кумарины такие вот фенольные соединения они стимулируют нервную систему теперь многим наверное будет отчасти понятно почему говорят вот он это чаще про наркоманов говорят вон на у нара нахоманах говорят слава богу наверное среди нас действующих нет бывший может быть есть это им будет знакомо так вот такое выражение как на кумарах она скорее всего вот отсюда и пошло что его организм большое количество кумаринов они стимулируют нервную систему помимо этого обладает бактостатическим действием то есть они замедляют рост бактерий не обладает противогрибковой активностью они обладают противоопухолевой активностью они обладают противоглистной активностью и работают против кожных заболеваний также содержится в коре корнях но еще и содержится в плодах некоторых растений В плодах некоторых растений имеется в виду в твердых частях плодов, то есть в семенах, в сердцевинах этих плодов некоторых растений. Допустим, в яблоках, там косточки есть, в груши есть косточки, ну и в других плодах, которые содержат в себе косточки. Следующее фенольное сложное соединение – это флавоноиды. Флавоноиды – это группа растительных пигментов сама по себе. Флавоноиды вообще обладают очень большой биологической активностью в организме. Они охватывают своей деятельностью, наверное, все его сферы и крайне благоприятно влияют на работу нашего организма. Причем флавоноиды по своему типу, поскольку являются группой растительных пигментов, в зависимости от того флавоноида, который содержится там, они окрашивают растения, фрукты в разные цвета. И, например, такие флавоноиды, как антоцианы, они придают растению алый красный цвет, лиловый цвет. Желтый цвет растению придают такие флавоноиды, как флавонолы, халконы, каротоиды, каротиноиды. И морковку они красят тоже, соответственно, в желтый цвет. Флавоноиды применяются как сердечные, желчегонные, отхаркивающие средства. Удаляют радиоактивность из организма. Кстати, такой интересный момент, что помимо пиявок, очень сильно радиоактивную активность из организма могут удалять вещества, богатые, например, данными флавоноидами. Например, морковка, о которой мы сейчас говорили, что каротиноиды. Затем оранжевый цвет, мандарин, к примеру, придает такой флавоноид, как гисперидин. Черноплодную рябину окрашивает рутин или кверцетин в темно-синий, синий, либо черный цвет. Гиперазит придает красный цвет ягодам, допустим, боярышнику. Красный боярышник – это влияние такого флавоноида, как гиперазит. Очень мощный флавоноид, содержащийся во всех цитрусовых, это цитрин, либо иначе витамин В. Здесь, кстати, в ходе доклада будет достаточно большое количество перекрестной информации, потому что многие биологически активные вещества, они одновременно могут являться, имеют природные представления в различных описываемых классах. То есть, описываться как и с точки зрения простых веществ, так и с точки зрения вхождения в более сложные какие-то вещества. Кстати, Алексей, может быть, есть какие-то вопросы или какие-то советы мне, может, я слишком скучно рассказываю что-то или что-то еще, не засыпаешь там, нет? Вопросы, конечно, есть, но я себя чувствую на лекции, так расслабился, хорошо мне. А, ну, хорошо, тогда давай будем расслабляться дальше. Итак, следующий тип фенольных соединений, очень важный, на счет которого, наверное, лечится как минимум половина заболеваний, это дубильные вещества. Дубильные вещества – это полимерные фенолы. Роль дубильных веществ переоценить, в принципе, невозможно. Они обладают массой, во-первых, они обладают противопаразитарной активностью, они уничтожают вирусы, они уничтожают грибки, они уничтожают простейших, они укрепляют защиту клетки, они уничтожают всякую дрянь на межклеточном пространстве. То есть, дубильные вещества, или иначе, так называемые полимерные фенолы, танины, дубильные вещества – это танины. Они делают для человека неоценимое количество пользы. Сам по себе, по виду, это желтоватый порошок, темнеющий на воздухе. Именно потемнение яблок, потемнение айвы и других фруктов на воздухе – это вовсе не проявление железа. Многие думают, как я раньше, в детстве думал, что вот, яблоко желтеет, потому что в нем много железа, и железо начинает окисляться, и яблоко не проржавеет. На самом деле, это идет окисление танина, этого желтоватого порошка, и поэтому на поверхности яблока, на поверхности айвы, там, где содержатся вот эти дубильные вещества, там, где содержатся танины, появляются вот такие вот рыжие отметины. Встречается он также в коре, в древесине, в корнях вечно зеленых, и очень огромное количество танина в ягодах черники, порядка 12% в ягодах черники танины. Поэтому, уважаемые радиослушатели, при любой возможности, сажайте где угодно, на приусадебных участках, рядом с домом чернику, и употребляйте ее, это будет защищать ваш организм от, наверное, в принципе, любой внешней агрессии, от бактерий, от вирусов, которые могут в нас проникнуть. Танин применяют как бактерицидные вяжущие средства для лечения ЖКТ, для очищения ЖКТ от вирусов, при полоскании горла, как местное кровоостанавливающее средство. То есть, кровь течет, допустим, кору измельчил, перемолол ее в крошево на какую-нибудь поверхность и приложил к ранее, и будет останавливать кровь за счет своих вяжущих средств. Также дубильные вещества можно использовать и как противоядие, и как местное, и для употребления внутрь. То есть, какой-то яд попал в ваш организм, можно начинать использовать дубильные вещества, и влияние этого яда на ваш организм будет меньше. За счет чего? За счет того, что танин, ограждая, защищает клетку, и яд в клетку будет пропадать значительно хуже, человек будет больше защищен от этого яда, и, соответственно, большая его часть останется в межклеточном пространстве, его будет легче уже вывести из организма, и он при этом не сможет причинить вреда. Следующий раздел – это эфирные масла. Вот мы подошли к интересному моменту, о котором я говорил, который я обещал. Сейчас будем говорить. Итак, эфирные масла. Что это такое? Это летучие маслянистые вещества, нерастворимые в воде с сильным запахом. Наверняка все радиослушатели имели представление о том, что такое эфирные масла, с ними соприкасались, как-то взаимодействовали, может быть, доносили на себя, нюхали, ну и так далее. Так вот, эфирных растений существует порядка двух тысяч видов. Это такие растения, как розы, лимон, кориандр, мята, эвкалипт. Эфирные масла содержатся в листьях растений, в цветках и в плодах. В листьях, например, это эвкалипт. Эвкалиптовое эфирное масло, его можно добывать из листьев. В цветках, например, эфирное масло розы. И в плодах, допустим, такой, как тмин, укроп, можжевельник. Тоже эфирная среда, эфирное масло содержится в плодах. Эфирные масла обладают противовоспалительной, антимикробной, противоглистной активностью. Особенно противоглистной активностью, как мы говорили уже в прежних эфирах, обладает эвкалиптовое масло. Используют эфирные масла также для ингаляций и нанесений на кожные покровы. Для ингаляции очень хорошо использовать масло хвойных. Ну и эвкалиптовое масло для дыхания. И вот теперь я скажу пару слов относительно диагностики по эфирным маслам. Итак, есть ли масло фиалки? Ну, то, что я сейчас здесь буду говорить, с этим, конечно, может быть, кто-то будет не соглашаться, говорить, что это не совсем так и тому подобное. Но вот есть такое мнение. Если оно определенными специалистами, которые специализируются именно на эфирных масле, посвятили этому, можно сказать, свою жизнь, исследуют все это, они вывели вот такие закономерности. Если кто-то с этим не согласен, я не оспариваю. Возможно, у вас есть другой опыт, и он имеет право на существование. Итак, масло фиалки. Если оно понравилось ребенку, то, возможно, у него есть какие-то проблемы с психикой. Не то, что он шизофреник или еще что-то. Может быть, психика перенапряжена. То есть, может быть, что-то еще такое. Вот в качестве диагностики, если хотите понять, допустим, напряжена психика у ребенка, в принципе, ну или у взрослого человека, дайте ему понюхать масло фиалки. Если оно ему понравится, то, скорее всего, существует ситуация перенапряжения психики. Алексей, у тебя есть масло фиалки эфирное? Честно сказать, не знаю. Наверное, нет. Наверное, нет. Ну, вот, полезно. Знаешь, вот так человек пришел к тебе, ты ему, ну-ка, понюхай, нравится. Если он, ой, нравится, значит, все понятно. Дальше. Нет, но можно относиться к маслу нейтрально. Имеется в виду, нравится не то, что оно ему понравилось, а то, что прям вот такое очень-очень сильно нравится. Знаешь, вот дали понюхать, и человек прям обомлел. Ой, какое масло у вас, как оно пахнет, и жить без него не могу. Вот имеется в виду вот эта ситуация, когда ребенка, допустим, дашь понюхать, а он, а дай еще понюхать, дай еще понюхать, дай еще понюхать, то есть демонстрирует стойкую привязанность к этому процессу, и тогда можно говорить о неких психических проблемах. И все это так плохо, да, все уже? Можно крест ставить? Нет, почему? Ну, можно гипоксию делать, можно какие-то там холистические массажи делать, можно какие-то релаксационные техники делать, а может быть, просто обратить внимание на семью, какие в семье существуют ситуации, и эти ситуации разрешите. Как вы эти ситуации разрешите, ребенку это масло, ей нравится, это и перестанет. Ну, масло и масло, фиг с ним. Так, пошел, надо будет это приобрести, фиалку и понюхать. Вдруг мне тоже нравится. Затем герань. Герань, это говорит о проблеме с желчным пузырем. То есть, если человеку прям хочу, не могу нравиться масло, эфирное масло герани, нужно обратить внимание на желчный пузырь. Масло розового дерева нравится людям с хрупкими, ломкими сосудами. Ванильное масло нравится людям, у кого не хватает эндорфина. Если кто-то приверженец прям такого ванильного запаха, то этому человеку в жизни не хватает гормона радости, гормона удовольствия. Поэтому здесь, наверное, нужно решать вопрос как-то через улучшение качества жизни либо через увеличение количества радости в жизни конкретно взятого человека. Масло лимона говорит о, если нравится, то говорит о повышенном уровне холестерина в организме человека. Если женщине нравится масло пачули, прям очень сильно нравится, есть такое экзотическое масло пачули, если вот женщине прям пачуни много нравится это масло, то это будет говорить о том, что у нее в организме избыточное большое количество мужских гормонов. Пачули – это такой мачо, да? Который нравится женщинам? Пачули – это какая-то трава на островах растет. Я, честно говоря, не знаю, нужно сейчас ее. Я не помню, как она выглядит. А по поводу мачо или чмо… Ну, в общем, я к тому, что ревновать не стоит, да? Это просто травка. Это травка. Это травка. Ну, а что ревновать? Если что, понравился какой-нибудь пачули, какой-нибудь женщине, ну и что? И пусть идет к этому. Собственно говоря, пачули, значит, недостойна эта женщина была на самом деле. Ну, по крайней мере, так я вижу. А кто-то, конечно, может смотреть по своему. Может быть, найдет свое счастье с этим пачули. Нанюхается этой травке, найдет свое счастье. Ну, ладно, хорошо, идем дальше. Да. Потом есть такое масло пигардия. Пигардия. Так вот, если женщине нравится масло пигардия, то у нее очень много женских гормонов в организме. Переизбыток женских гормонов – это тоже. Здесь можно говорить уже, возможно, о каких-то там, может быть, гормонозависимых состояниях и так далее, связанных именно с женскими, с астрогенами. Затем эфирное масло жасмина. Так вот, здесь уже наоборот немножко. Если оно не нравится, то женщина не сможет забеременеть. Вот какая фишка интересная. То есть, если даете женщине понюхать жасминовое масло, а она от него, фу, какая гадость, что ты мне даешь, то здесь есть повод призадуматься о том, что могет быть, то это нужно сделать для улучшения детородной функции. Имейте в виду, масло жасмина, как такой лакмусовую бумажку. Если кто еще не женат и без второй половинки, носите с собой немножко масла жасмина, познакомились с девушкой, так раз ей в нос, ну-ка понюхай, нравится, не нравится, если она говорит, о, не нравится, то может и не даст вам она 12 детей, такая женщина-то. Она как тебе в носиару, даст, иди отсюда. Понятно, не моя. Ну, тогда уже точно будет понятно. А может быть кому-то наоборот понравится, он так встряхнется, скажет, вот это да, вот это женщина, огонь. И сам подумает, а способен ли я, да? Да. Понятно. Если нравится масло кумина, есть такая штука масло кумина, то в организме много слизи. Много слизи в организме просто человек. А если человеку нравится эфирное масло мандарина, то такой человек склонен к грубости. То есть это грубиян, причем инфантильный грубиян, такой ребенок великовозрастный с повадками такого грубого агрессора. То есть здесь тоже познакомились с человеком и, назначая ему на стол там, или где вы находитесь с ним, или в баню, допустим, добавили немножко масла мандарина. И все, и смотрите на него. Начинает его корежить или не начинает. Начал корежить, значит грубиян перед вами. Вот он кто. Вот такая вот ситуация. Это, собственно говоря, на данный момент пока все. Еще больше исследований на эту тему у меня, вернее, результатов исследований на эту тему у меня нет. И мы переходим дальше. Может быть, ты что-то можешь добавить от себя. Может быть, на твоих наблюдениях, Алексей, есть какой-то запах, какое-то масло. Если ты кому-то его дашь понюхать, ему нравится или не нравится, и сразу можно понять, в чем тут дело. Не-не-не, у меня таких экзотических вариантов нету, поэтому нечего сказать. Я так, конечно, иногда попахиваю, когда чем-нибудь упахиваюсь. А так, чтобы там масла на себя капать или кому-то в нос совать, нет, такой склонности у тебя нету. Ну, у нас с тобой, помнишь, был эфир, мы разговаривали с тобой по поводу того, если там кто-то что-то пахнет и так далее. Пахнуть человек должен приятно в целом. Неприятные запахи на человеке – это большое количество размножающихся вредоносных бактерий в местах, там, где выходят, вернее, открываются потовые железы. Поэтому мы не должны плохо пахнуть. Чтобы плохо не пахнуть, как ни парадоксально, следует мыться без мыла. Потому что, когда мы моемся с мылом, мы убиваем, помимо всяких бактерий, которые живут у нас в некоторых местах, еще и свой биом. То есть, те бактерии-сопрофиты, которые населяют кожный покров нашего организма. Эти щелочи, мы их смываем. И эти места, где они раньше жили, остаются без защиты. И тогда туда приходят вредоносные микроорганизмы и начинают паразитировать на этих сальных железах. И здесь парадокс. Чем больше мылишься, тем хуже пахнешь, когда спотеешь. Поэтому не мыльтесь, друзья. Лишь тогда, когда уж совсем грязные запачкались. Что скажешь, Алексей? А так мы уже с тобой проводили эфир, и после этого мне сказали, Алексей, как так? Ты мылом не пользуешься? Ты, наверное, грязный весь. Сказал, так и нет, как-то грязный. И стараюсь не пользоваться мылом. Уж когда совсем, как ты сказал, запачкаешься, тогда только мыло применяю. А так стараюсь. Просто водичкой обдался, да и хорошо, подушечком смыл все. И нормально. Без всяких там ароматических средств и прочей этой самой цивилизационной ерунды. Так что вот, кто будет рядом с Алексеем, подойдите и понюхните. И внюхните, да? Да, внюхните, Алексея. Чем от него пахнет? Как говорят болгары, воняет. Воняет, да. Итак, далее. Значит, в растениях содержатся смолы. Что такое смолы? Смолы, ну, собственно говоря, как бы по науке. Смолы – это полужидкое, липкое вещество, близкое к эфирным, по химическому строению, к эфирным маслам. Только более густое. Не растворяется в воде, так же, как эфирные масла, но растворяется в эфире и в ацетоне. Поэтому, если хотите какую-то настойку там на смоле сделать, нужно растворять ее либо в эфире, либо в ацетоне. Долго не засыхающие смолы называются бальзамами. Вот что такое название бальзам. Они – это спиртовая дрянь, которую люди пьют. То есть, долго не застывающая смола – это бальзам. И употребление бальзама в чистом виде – это просто-напросто употребление вот этой долго не застывающей смолы. Вот так вот. Свойствами не обладают бальзамы эти и смолы. Бактерицидными, противовоспалительными, кровоостанавливающими, мочегонными, седативными, то есть, успокаивающими. И слабительными, то есть, опорожняющие, очищающие кишечник нашего организма. Вот такие вот смолы. Ну, смолы содержатся в основном в деревьях. Выделяются на ее поверхности. Кстати, на ее поверхности в большей части вырабатываются камеди. Называемые камеди. Где же мы камеди? Ну, ладно, дойду. Чтобы я их не пропустил. Камеди. Нет. Причем не камеди клап, а есть такие штуки камеди. Следующий момент, следующее вещество, которое содержится в травках – это органические кислоты. Органические кислоты определяют вкус и запах растения. Они, бывает, находятся в естественном, то есть, в жидком виде, либо в виде солей непосредственно в растении. Бывают органические кислоты жирного ряда. То есть, органические кислоты жирного ряда – это такие, как яблочная, лимонная, уксусная, щавелевая кислота. Это органические кислоты жирного ряда. Лимонная кислота. Больше ее количества, конечно, содержится в лимоне 9%, но чуть меньше ее содержится в листьях махорки. 7,8%. То есть, махорка – это почти что лимон. Как лимон, только чуть меньше. Поэтому, если кому-то нужно витамин С, но нет рядом лимона, то, пожалуйста, вот есть такое растение махорка, вот ее можно употреблять. Там 7-8% от ее общего состава будет витамина С. Это не та махорка, которую покуривают? Я думаю, нет. Я смотрел, не похоже. Не похоже? А то смотри, так это подобьешь людей. Нет, нет, я смотрел, не похоже. Просто махорка. Это, наверное, те, которые покуривали табак, который к нам привезли. Они смотрят, он похож чем-то. Ну и думают, ну что это такое? Это махорка, махорка. И все, и начали курить. То есть, не табак, а как бы махорку курят. Дальше. Вот эти органические кислоты жирного ряда, в частности, лимонные, она может являться консервантом крови. То есть, когда кровь пытается сохранить, допустим, на пунктах переливания крови или еще где-то, то применяют лимонокислый натрий. То есть, это определенный вид лимонной кислоты. И за счет этого консервируют кровь. Помимо этого, большое количество лимонной кислоты содержится в гранате и в клюкве. Яблочная кислота в большом количестве содержится, соответственно, в яблоках, в рябине, в барбарисе и в кизиле. Так что в кизиле не кизильная кислота, а яблочная кислота. Вот этот кислый вкус, который там содержится за счет яблочной кислоты. То есть, кизил почти как яблоки. Только кизил. Затем, щавелевая кислота. Конечно, соответственно, содержится она в щавеле, содержится в шпинате и содержится в бегонии. Кстати, если в нашем организме будет большое количество витамина С, большое количество, соответственно, щавелевой кислоты, и при этом мы будем активно нервничать, то щавелевая кислота, кристаллы щавелевой кислоты начнут выпадать в осадок у нас в почках и формировать такие камушки, как называемые оксалаты. И это заболевание будет называться официальной медициной оксалата турия, то есть, выпадение в осадок солей щавелевой кислоты. Причина ее в дисфункции печени. И более глобальная причина в постоянном переживании каких-то деструктивных стрессовых состояний. Поэтому, если вдруг вы заметили, что вы много нервничаете, при этом вам больно писать, это будет говорить как раз о том, что из вас начал выходить кристалл из соли щавелевой кислоты или, как говорят, песок пошел. Имейте в виду. А я думал, это потому, что щавели наелись. Ну, и щавели, конечно, наелись. И поэтому больно писать. Ну, логично. Логично. Люди, знайте меру употребления щавеля, как говорится. И шпината. И шпината, да. Щавеля и шпината. Так. Значит, есть кислоты жирного ряда, есть ароматического ряда. Значит, органические кислоты ароматического ряда. Это муравьиная кислота и масляная кислота. Они обуславливают запах растений. Вот растения пахнут за счет муравьиной и масляной кислоты в зависимости от их различного содержания. Далее мы переходим к достаточно большому разделу. Это витамины. В растениях содержится большое количество витаминов. Вообще, что такое витамины, Алексей? Как ты считаешь, что это вообще такое витамины? Ну, витамины – это такие вещества, которые поддерживают какие-то функции нашего организма. Витамины – это жизнь, это, видимо, то, что помогает усваивать вещества, перерабатывать, ускоряет процессы определенные. Совершенно верно. Совершенно верно. Абсолютно верно. Витамины – это разные химические вещества, объединенные только по биологической роли. То есть, химический состав, их строение и так далее, и так далее. По сути, для их объединения неважно. Они объединяются по биологической роли. То есть, это те элементы, которые необходимы для нормального развития и жизнедеятельности организма. Есть вещества, которые необходимы для нормального развития и жизнедеятельности организма. Все – это витамин. Вот по такому принципу, собственно говоря, это и собрано. Эти вещества, такой класс витамины. Итак, но витамины бывают, соответственно, как мы понимаем, разные. Например, есть витамины, которые входят в состав ферментов. Мы о ферментах будем говорить чуть дальше Вообще ферменты это вещества Ускоряющие течение биохимических процессов Играют роль биокатализаторов То есть некоторые витамины Они, собственно говоря, ускоряют течение биохимических процессов И исполняют роль биокатализаторов Это такие витамины, как витамин В1, витамин В2, витамин ПП Вот это витамины, входящие в состав ферментов Затем витамины С, витамины В, витамины группы В Это витамины, растворимые в воде И есть витамины, жирорастворимые, так называемые Это витамин А, витамин К, витамин В и витамин Е Это витамины, растворимые в жиру Итак, пойдем Значит, витамин С, аскорбиновая кислота Если ее не хватает у нас в организме то внешним признаком это будет снижение работоспособности, апатия, депрессия, все плохо. Большее количество витаминов С содержится в шиповнике, соответственно, в лимоне, в чернике, в черной смородине, в кизилии, в гребении и вообще много где, но имейте в виду, что витамин С очень важная составляющая нашей жизни. Еще помимо этого, это вещество, которое применяется при, очень полезно при витаминозах, при цинге, при помощи цинги, вернее, при помощи витамин С победили цингу. Ни в коем случае не при помощи цинги победили витамин С, как хотел оговориться. Итак, далее, витамин В1, так называемый тиамин, он ответственен за углеводный обмен в нашем организме, то есть способствует усвоению, разложению, выведению лишних и нужных сахаров, моносахаридов, полисахаридов в нашем организме. Он также способствует лучшей работе сердца, желудочно-кишечного тракта, содержится в большом количестве в зародышах пшеницы, в гречихе, в овсе. Применяется для лечения при нефрите, при невралгиях, при заболеваниях кожи. Очень часто встречается в месте при невралгии и заболеваниях кожи. Дело в том, что это очень связано. В кожных покровах большое количество нервных окончаний, и если есть какие-то проблемы с нервной системой, обязательно будет страдать при этом кожа. Поэтому, когда рассматриваете кожные заболевания, помимо дисфункции выделительной системы, всегда следует обращать внимание еще на невротические состояния пациента. Затем, витамин В2, грибофламин, содержится в крапиве, в кукурузе, в шиповнике и большое количество в грибах. Три недостатки грибофламина у человека происходят. Похудение, слабость, снижение зрения, сухость губ, трещины рта, кровотечение там часто и бывает. Нарушается белковый обмен, нарушается синтез жиров. Поэтому, буквально сегодня ко мне обращался пациент, пытался спросить, как ему делать, он резко худеет, но он, по-видимому, совсем не хочет заниматься самопомощью, ему легче просто туго кому-то позвонить, что-то узнать и все, а саму себе помогать не хочет. Так вот, если он все-таки вдруг передумал лениться и начал себе помогать, то вот нахождение сейчас в эфире и услышав эту информацию, он может себе помочь добавить в свой организм побольше витамина В2. Он говорит, я там резко похудел и так далее, а он находится далеко. Я ему, конечно, ответил, что как же я смогу вам что-то сказать, если я вас даже не видел. Но вот теоретически витамин В2 может ему помочь. Далее, витамин В3. Антотеновая кислота. Она ответственна за обмен веществ в нашем организме. То есть, если существует сбой обмена веществ каким-то образом, то здесь обязательно нужно увеличивать количество витамина В3 в нашем организме. Используется при недостатке задержки роста, при заболеваниях также нервной системы и кожи. Большое количество содержится в орехах, бобовых и в крапиве. Вообще, крапива, конечно, безумно мега полезное вещество. Вернее, растение. Очень полезный салат из крапивы. Она сейчас начинает как раз подрастать. Вот пользуйтесь моментом, собирайте крапиву, собирайте молодую крапиву. Но желательно ее не вырезать, не вырывать из земли, а срезать ножичком. Желательно не металлическим, а керамическим каким-нибудь. Либо деревянным. Далее. Витамин В6. Пиродоксин. Большое количество его в злаках, бобовых и в бананах. Большое количество их. Банана еды, радуйтесь. Витамины В6 в бананах очень много. Большое значение имеет для функций кроветворения и желчьоотделения. Стимулирует иммунитет. Поэтому все люди, у кого такие анемичные состояния, то есть кто бледен, кожные покровные, у кого присутствует нарушение желчьоотделения оттока желчи, всем необходимо дополнительно употреблять витамин В6. Содержать. Но желательно это не в химическом виде, а употреблять в виде продуктов. То есть злаки, бобовые и бананы. И бананы. И бананы, да. Бананы. Хотя, честно говоря, я противник банана в некотором смысле. Ну, вот здесь, если уже прям совсем придавило, то нужно налегать, наверное, на бананы. Сейчас где-то мой бананчик. Пойдем. Сейчас пока тут поговорим. Хорошо. Ты только так чавкай погромче и рассказывай нам, чтобы мы тоже насладились. А, да. Да, да. Витамин А содержится в продуктах животного происхождения. В масле, в рыбе, в яйцах. Помимо этого, большое количество содержится в моркови, в рябине, в помидорах и в персиках. То есть хотите пополнить запас витамина А, потребляйте побольше персиков. Мне кажется, это наиболее вкусное из всего перечисленного хранилища витамина А. При его недостатке происходит снижение иммунитета, наступает ухудшение зрения и остановка роста и развития человеческого организма. Витамин Д. Ну, так называемый антирахит. Рахит, большое количество его содержится в рыбной икре, в масле, в рыбьем жире, скажем так, в продуктах животного происхождения. Содержится витамин Д. Ну, в основном детям еще с советских времен давали рыбий жир пить. Он был богат витамином Д. И, наверное, рахитов было очень мало. Что такое рахит? Может быть, не все знают. Рахит – это такой достаточно сильный, истощенный человеческий организм. И у него такой бочкообразный надутый животик. Человек может и кушать достаточно много, а все равно не расти. И только лишь живот будет от еды надуваться. Собственно говоря, вот то, что называется рахит. Что-то у нас тут рахита все больше и больше, животы все больше и больше надуты. Как не посмотришь, везде прям рахиты. Правда, такие плотные рахиты, прям плотные. Это беременные мужчины, так называемые, любители пива. Это где пиво? И ночной еды, да. Пиво и ночной еды. Понятненько. Это когда хвостик сохнет, а пузико большое, да? Да, да. Синдром арбуза. Арбузики такие, да. Затем, витамин К. Филохинон. Содержится в кукурузе, в пастущей сумке, в моркови, в различных ягодах. Ответственен за нарушение свертываемости крови и различные кровоизлияния под кожей, так называемые петехи. Вот часто у кого бывает кровоизлияние под кожей, ни с того ни с сего. Вот у женщины, как говорят, чуть прикоснулись, у меня кровоизлияние, там синяк появился. Вот, возможно, в вашем организме просто не хватает витамина К. Обратите на это внимание. Затем, витамин Е, токоферон, он применяется при ослаблении половой функции. То есть, вот если половая функция слабла, нужно срочно применять витамин Е. Вот. Помимо этого, он ответственен за нервно-мышечную систему. При его нехватке возникает термомфлебит, гипертонии, возникает нарушение обмена веществ. Такой вот витамин Е. Так что, употребляйте токоферон при каких-то половых слабостях. Вот, но всем известен рецепт, там, петрушки побольше, либо орехи со сметаной, да, и витамина Е в вашем организме будет в избытке. Затем, витамин Ф. Это жирные кислоты. Линолиновая, арахидоновая кислота. Содируются они в растительном масле. Отвечают за усвоение жиров, за лактацию. То есть, вот, если у женщин молока нет, или там слабая лактация, то вот употребление витамина Ф, оно как раз усилит лактацию. Следовательно, необходимо употреблять витамин Ф. Помимо этого, витамин Ф отвечает еще за выведение холестерина из организма. Эффективен при атеросклерозе сосудов и заболеваниях кожи. И так называемый витамин Ю. Витамин Ю – это противоязвенное средство, которое поддерживает жировой обмен, улучшает мозговое и сердечное кровоснабжение. Содержится большое количество его в капусте и других овощах. Именно поэтому сок капусты заживляет язвы за счет большого содержания витамина Ю в своей среде. Далее, такая штука, так называемые фитонциды. Фитонциды – это вообще замечательное средство. И мы вообще, наверное, люди должны были давно уже памятник воздвигнуть и сажать везде, где только можно, растения, вырабатывающие фитонциды. Фитонциды – это клетки растений, такие определенные летучие вещества, которые вырабатываются растениями. Само их название говорит за себя. Фито – это растения, и циды, то есть убийцы – это частицы растений, которые вырабатываются ими для защиты для убийства различных грибковых, скажем так, микроорганизмов. Они подавляют, фитонциды подавляют рост бактерий, грибков и простейших. Наиболее мощным фитонцидов, вернее, растениям, вырабатывающим наибольшее количество фитонцидов является можжевельник. Поэтому, если есть желание защитить свой огород, защитить свой дом от бактерий, от простейших, от грибков, сажайте можжевельник. Сажайте лучше по периметру, там несколько штук, один, там, я не знаю, два, три куста. И ваш огород через какой-то промежуток времени, когда они вырастут достаточно таким взрослыми растениями, будет защищен от грибков, от всякой плесени, которая может поражать растение. Полезная такая вещь. Если такое растение посадить в доме, есть комнатные виды можжевельника, то, соответственно, дом, комнаты, жилые помещения будут защищены от вредного влияния грибков и болезнетворных бактерий. Далее. Во всех растениях содержатся углеводы. Углеводы представляют из себя моно- и полисахариды. Основным действующим веществом углеводов является сахар, сахариды, фруктоза. И углеводы являются одним из основных элементов питания растений. То есть растение питается углеводами. Далее. Крахмал. Также является питательным веществом растений. Большое количество, наибольшее содержится в пшенице, в ржи и в рисе. Поэтому, не поэтому, но вообще можно сделать такое отступление, что... Люди, которые говорят, я хлеб, допустим, пшеничный перестал есть, я сейчас ем роженое. А, ну, собственно говоря, толку от этого-то. С точки зрения того, что крахмал является питательной средой для вредоносных бактерий, ничего не меняет. Ну, перешел ты на роженой хлеб, а он представляет из себя, в принципе, такой же крахмал, как и пшеница. Далее. Инулин. Это запасное питательное вещество для растений, которое существует в составе самого растения. Дальше. Пектин. Пектин – это вещество, за счет которого происходит образование желеобразной массы. Есть растения, например, алоэ, есть какие-то еще растения, внутри которых такая желеобразная масса. Вот эта желеобразная масса появляется за счет такого вещества, как пектин, как он взаимодействует с полисахаридами либо с кислотами, образует такое желе. Пектин можно же использовать также при выпечке хлеба. Тоже будет скреплять между собой частицы теста. Далее. Камеди. Вот то, о чем я хотел, вернее, то, о чем я заикался как-то чуть раньше. Так вот. Камеди – это растворимые в воде полисахариды. Представляют из себя натеки на стволах, в местах повреждений. Вот такие вот, то, что мы называем смолой, когда, к примеру, там на вишне или на абрикосе натекла такая штучка, это вот и есть камень. Это не смола, это камень. Существует вишневый, соответственно, абрикосовый, сливовый клей. Его можно назвать клеем. Он обладает такими клеящими свойствами. По-другому еще называют гумиарабик. Для лечения людей его можно применять, кушать. Он обладает обволакивающими свойствами. То есть, если есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, есть какие-то болезненные, язвенные, предъязвенные состояния, можно употреблять в пищу камеди, и они будут обволакивать на желудочно-кишечный тракт, защищая от вредного воздействия оголенные стенки желудка, там, где они не покрыты слизистой оболочкой. И плавно, соответственно, переходим к слизям. Слизи тоже присутствуют в растениях. Они бывают как густые, так и менее густые. И общая слизь – это густое слизистое вещество, растворимое в воде. Для человека также оно полезно за счет своих обволакивающих свойств при лечении ЖКТ и для различных припарок снаружи, когда нужно смягчить кожные покровы. Большое количество содержится во льне, большое количество содержится во все. основные наши поставщики слизи, так называемые. И еще два таких, скажем так, менее заметных вещества, но они тоже содержатся в растениях – это вата. Причем, частицы ваты хлопкового волокна, состоящего из клетчатки, очень часто содержатся во многих растениях. Помимо этого, вату можно использовать как средство для остановки кровотечения. Если ваты под рукой нет, то можно использовать сфанговый мох. Такой определенный мох, который тоже обладает достаточно большой впитывающей способностью и имеет волокнистую структуру. И в завершении, говоря об органических веществах, я скажу о липидах, то есть жирах, или жироподобных веществах. Они также содержатся в растениях. Наибольшее количество жиров в растительном мире – это водоросли хлорели. Там почти 80% ее состава составляют жиры. Если вы, когда я об этом читал, подумал, если вдруг я где-то окажусь на побережье, и у нас совсем не будет жиров, то именно на побережье моря, то, может быть, мне где-то повезет на полосе отлива найти вот эту водоросль хлорелла, и я тогда смогу поглотить какое-то небольшое количество жиров. Но это что касаемо робинзонады. Итак, состава органических веществ я, в принципе, рассказал. А теперь, если Алексею не позволит, я могу рассказать о металлах, которые содержатся в растениях. Тоже достаточно интересная тема. Но хотя, если время нам позволяет, я могу на этом сейчас заострить внимание. Если нет, тогда в следующий раз. Как, Алексей? Что скажешь? Ну, час уже прошел. Поэтому, может быть, в следующий раз мы про металл, хэви металл поговорим. Давай тогда поговорим про металл в следующем раз. Исполним в стиле арии какую-нибудь песню. А сейчас я предлагаю переходить уже ко второй части нашей передачи и пообщаться с нашими радиослушателями и зрителями. Напоминаю, что вопросы реплики принимаем только на сайте Народного славянского радио, словрадио.орг и у нас на канале в YouTube, youtube.com слэш словрадио. Славрадио и там, и там пишется одним словом, латиницей. Так что не перепутайте. Если захотите, попадете на наш канал. А сейчас небольшая отбивка, и мы переходим к вопросам, репликам, комментариям, которые накопились на названных ресурсах. Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует...